Классика это либо тонкая рамка, рамка потолще, ручка шуко немецкая, вот такая, в торец погружается, очень похожа на ручку голу. Друзья, всем привет, с вами Константин и сегодня у нас спецвыпуск специальный к новому году. Попробую угадать 10 актуальных тенденций, которые намечаются в сегменте кухни на заказ. Заодно и проверим в 2021 году, угадал или нет. Также хочу вас всех поздравить с новым годом, пожелать вам крепкого сибирского здоровья и чтобы все ваши мечты и желания исполнились в этом 2020 году. Также не забываем, бау, ссылочка на мой инстаграм, наши красивые работы и много другой полезной информации. Ну что, присаживайтесь поудобнее, берем свой любимый напиток, любымый, и смотрим модную кухню 2020 года. 10 актуальных трендов. Поехали. Первый актуальный тренд это простота. Как и в прошлом году, в этом при проектировании кухон все будут использовать простые геометрические формы, а также классические цветовые расцветки. Вы не ошибетесь, если закажете в этом году кухню в стиле минимализм, допустим, или городская классика. Опять же, светлые оттенки, однотонные интерьеры. Никаких не нужно использовать ярких расцветок, а также каких-то использовать креативных акцентов. Все это ушло у нас в прошлое. Кухня 2020 года должна быть без лишних декоров, минималистичная, максимально использовать пространство и также быть максимально функциональной. Второй актуальный тренд это матовые поверхности. Существует расхожее мнение о матовости фасадов, но, друзья, это зависит не из-за цвета, а из-за фактуры поверхности. Любой глянцевый фасад, черный, белый, серый, будет оставлять отпечатки пальцев. И поэтому в 2020 году все больше и больше будут использоваться фасады с матовой текстурой. Это могут быть феникс НТМ материалы, фундермакс панели, мотелюкс, акрилы, специальные глубоко матовые покраски фасадов, пленки ПВХ, шелк, бархатистые поверхности и еще куча различных других материалов. Третий актуальный тренд это натуральность. В 2020 году натуральные материалы или их имитация также находятся на пике популярности. Современную кухню отлично украсит элементы из натурального камня. Дерево также можно использовать, но полностью деревянные гарнитуры я не рекомендую делать. Можно использовать, допустим, стол, столешницу из натурального дерева или фасад из натурального дерева и все это смешивать. Будет вообще отлично. Изыска наедорого смотрится гарнитура из дерева, допустим, натурального камня или имитация дерева и натурального камня. Также в качестве отделки акцента сейчас можно использовать металл. Он очень отлично совмещается с деревом, особенно когда появились материалы такие как феникс НТА. Четвертый актуальный тренд это то, что кухонная гарнитура уходит на второй план, становится неприметным. Это связано с тем, что сейчас очень популярен стал стиль современной классики. И дизайнеры в основном оставляют акценты на фартуке, на полном покрытии, на стенах, на кухонных аксессуарах, встроенной бытовой технике. Я с этим согласен. Я считаю, что кухня должна быть в первую очередь практичной и функциональной. Если говорить о дизайне, то грамотный подбор цвета кухни, стен, пола и всего решит все вопросы, все будет красиво. И не зависит от того, какая кухня сложная. Кухня может быть супер-пупер красивой, но если не грамотные цветовые сочетания и фактуры материалов подобраны, то это будет полный провал всего дизайна кухни. И отдельно кухне этот интерьер не спасет. Пятый актуальный тренд это трехуровневые кухни или кухни до потолка. Такая планировка нам пришла тоже из скандинавских стран и отлично подходит к стилю современной классика или просто современной кухни в стиле минимализм. В чем особенность? Да в том, что она позволяет максимально использовать пространство кухни и разгрузить нижний ярус. Убрать все ненужные кухонные аксессуары в антресоле. И также в этом году, в 2020, будут актуальны кухни без верха. Но это в другом сегменте, премиум, где площадь кухни позволяет сделать много шкафов, колонн, да, Space Tower системы хранения и загрузить максимально нижний ярус кухни. Вот так, друзья. Кстати, я делал отдельное видео и про кухни без верха, и про кухни до потолка. Все возможные варианты. Я там рассказал, как правильно сделать кухонный гарнитур до потолка. Ссылочки я внизу под видео оставлю. Переходите, смотрите. Шестой тренд – это английская кухня. Особенно актуальна для ценительной современной классики. В Европе уже таких кухон очень много продается. К нам они только приходят. Что из себя представляет простым языком? Во-первых, это рамка, которой обремлены все фасады. И эта рамка крепится к корпусу. Когда вы отрываете фасад, рамка остается на месте. Конечно, технология производства таких кухон более сложная, чем простых. Но и сами кухни смотрят с такой рамкой более уникально. Особенно это актуально в наших реалиях. Седьмой тренд – это внимание к технике. Если раньше все пытались технику спрятать, то теперь дизайнеры ее делают акцентом и стараются красиво обыграть в интерьере. Но это всего скорее связано с тем, что наконец-то появилась у нас красивая техника, бытовая и кухонные аксессуары. Восьмой тренд – это тонкие столешницы. Когда мы убираем столешницу на кухню, по ценателям мы думаем, чем она толще, тем якобы она прочнее. Но это было так раньше, а теперь на рынке появились современные материалы, такие как компакт-ламинат, кварц, акрил, стекло. И уже можно делать выбор в пользу них. Но это, конечно, уже премиум-сегмент, потому что они дорогие. Если пластик за 3 метра – 3 тысячи, то акрил будет стоить 25-30 тысяч. Поэтому по прочности не уступает, только дорогие цене. Пока такая тема, но все равно это актуально и очень высокий спрос на эти материалы. Девятый актуальный тренд – это предельно простые фасады и фасады без ручек. Что такое предельно простые фасады? Это гладкая либо матовая текстура или глянцевая. И современная классика – это либо тонкая рамка, рамка потолще и рамка совсем тоненькая по торцу. Такая итальянская мода сейчас пошла. Но это из Италии пришло, из Милана вообще. И еще один фасад – это классика, да, стандартная, когда внутри тоже выпуклая часть сделана. Но тоже все вот такое лаконичное и строгое. Вот так вот. Фасады без ручек, значит, три варианта. Это голо, как сзади меня образец. Второй вариант – ручка Шуко немецкая, вот такая. В торец погружается, очень похожа на ручку голу. И третий вариант – это фридированные в торце. Это либо крашеный вариант, может быть, либо шпанированный, как у меня в руках. Вот, это самые продаваемые фасады 2019 года. Я думаю, в 2020 году спрос на них еще вырастет. Вот так. И десятое, заключительный тренд – это актуальные цвета кухон 2020 года. Сейчас я себя уберу и вставлю картиночки и прокомментирую. Серо-зеленый. Этот цвет сейчас в тренде в Европе. И у нас тоже, кстати говоря, набирает популярность. Он успокаивает, избавляет от суеты. Глубокий и аристократичный. Очень, кстати, хорошо сочетается с белым. Дальше. Оттенки серого. Как я сейчас показывал, да, современная классика. И кухня-стиль минимализм. Серый очень стильно смотрит, в особенном сочетании с древесной текстурой. Далее. Синие тона тоже сейчас входят в моду. Хотя они раньше ушли, но сейчас набирают обороты. Но не ярко-синие, а такие блеклые более оттенки. Глубокие и сложные. Ну и, конечно, наши белые кухни. Куда без них белые кухни? Чистые белые, глянцевые белые. Белые в сочетании с деревом. Подводим итог. Друзья, кухня 2020 года должна быть, мое мнение, просторной, светлой, максимально функциональной и натуральной. Потому что эко-стиль сейчас у нас рулит. Для этого вам придется отказаться от лишнего декора на кухне. Выбрать стиль минимализм или современную классику. Вот такие сейчас тренды. Ну а с вами был, как всегда, Константин. Не забываем мой инстаграм. Ссылочка вот. Я оставляю. Переходите. Там наши красивые работы. Очень много полезной информации, которые вам пригодятся при заказе кухонного гарнитура. Все. Всем пока. До встречи в новом познавательном видео. Субтитры подогнал «Симон»!